Три-четыре! Почтимся! 120 децибел, так называли команду, ведь все ее участники необычайно звонкие. Год назад родители учеников из разных классов решили подружить юных гуманитариев и технарей. Создали небольшой кружок КВН, кто знал, что через несколько месяцев веселые и находчивые Барнаула покорят международную и общероссийскую сцену. Секрет успеха, как говорит руководитель движения, в острой подаче злободневных ситуаций. Чем быстрее ты пошутишь и что-то придумаешь на актуальную тему, и это еще не пройдет. Спустя какое-то время игра будет вот-вот, и что-то произошло. Кто интереснее и смешнее придумал, тот, естественно, и покажет эту тему. А до нас эти актуальные темы доходят за 3500 километров, как правило, через неделю, через месяц и так далее. Завтра в школу все с родителями. Почему? Директор будет выяснять, кто пустой конверт на ремонт сдался. Выступление в Анапе, концерты в Москве из 73 регионов. Полуфинал прорвалось 16, и один из них – Алтайский край с командой 69-й гимназии. Уже в марте дети снова отправятся покорять Москву. К этой поездке активно готовятся не только юные артисты, но и родители. Без родителей очень сложно что-либо представить, потому что это и финансовая сторона, это и, может быть, эмоциональная сторона какая-то у детей, потому что дети все разные, и в любом случае бывают сложности. Пока школьники выступают перед местной публикой. В их копилке победы краевого и городского уровней. Многие ученики даже видят себя в юмористическом движении на долгие годы вперед. Мне кажется, я хочу заняться КВНом дальше, потому что мне это нравится, хочу продолжить играть. Пока неизвестно, как пройдет выступление нашей команды в столице, но главная цель родителей исполнилась. Ученики разных классов стали одной большой дружеской семьей. Валентина Аскерова, Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости.